Я предлагал три источника, откуда можно было профинансировать питание детей в 1-й и 4-й классах. У меня было принято решение предоставить именно третий вариант, где вся сумма 28 млн 446 тысяч рублей была взята из нескольких источников. По федеральному закону мы обязаны предоставлять льготы детям из малообеспеченных семей, детям с ограниченными возможностями здоровья, детям инвалидам. Вот такие категории, которые уже определены. Для этого есть у нас служба социальной поддержки населения, где все эти семьи стоят на учете. Мы с ними работаем постоянно в тесном контакте. У нас все эти дети, они уже сейчас определены, потому что они получают не только эту льготу. Вы, допустим, определили, что 500 человек малоимущих, а то, что там 5000 человек стоят на грани малоимущих, вы же это не определили. А разница 100 рублей. Понимаете? А люди не могут выделить денег. Они будут определены, если они предоставят соответствующие документы. А как они предоставят, если они не могут? А юридически это нельзя, не как? А вы, чем у нас, каждая школа знает, где у них какие семьи. Да, да. Однозначно. Когда дети идут в первый класс, обязательно все учителя узнают ситуацию в семье. И документы, которые необходимо предоставить, обязательно семья предоставляет. И есть эти комиссии, которые конкретно решают, если есть какая-то тяжелая ситуация. Это деградация, понимаете? Отношение к народу. Вот и все. И вы то же самое делаете сейчас. Вот если большинством примите решение, да, чтобы не уделять эти деньги, ну, это там будет на вашей стоимости. Ну, что согласительные комиссии будем рассматривать? Да, понимаете, вы можете рассматривать на согласительные комиссии. Я понимаю, что вам это не нужно. Вот и все. У нас в составе указано, что мы должны в интересах народа действовать. А мы в интересах кого действуем? Администрация предлагает и наставит на свое мнение. А принимает решение кто? Совет, депутат каждый. Вот пусть принимает. Будет совет, тогда посмотрим, что там будет.